1 мая в Орле стартуют Дельфийские игры. Его участниками станут и представители нашего округа. Окружная делегация состоит из лауреатов и победителей «Молодежной весны-2015», которая стала региональным отборочным этапом Дельфийских игр России. С участниками перед отъездом пообщалась Любовь Пермякова. Марина Дернова – одна из тех, кто представит наш регион на Дельфийских играх. Прорывом на творческую Олимпиаду стала победа в «Молодежной весне» в номинации «Соло». За плечами у вокалистки, несмотря на юный возраст, выступления в конкурсах всероссийского и международных уровней. Репертуары для выступления на этот фестиваль Марина подбирала самостоятельно. Ну, я, конечно, волнуюсь. У меня песня «Украинское небо». Ну, она украинско-английская и патриотическая про закаты. Ну, про закаты она не сложная, а вот про небо там верхушки очень тяжелые. Несмотря на волнение, Марина верит в то, что выступит достойно. С верой в победу на конкурс отправляются и другие участники. Данил Канев из Тельвиски, ученик пятой школы Евгений Литков и студентка Ненецкого аграрно-экономического техникума Наталья Хохлова. На этом конкурсе у наших ребят уже были серьезные победы. Я считаю, что эта победа Валей Федор, ученик Ненецкой школы-интернат, мой воспитанник, вошел в шестерку лучших чтецов России. На сегодняшний день в международных дельфийском движении участвуют 65 стран, а это значит, конкуренция высокая. Уровень очень серьезный, это международный уровень, фестиваль. И уровень очень серьезный. Вот мы попали с ребятами в номинацию возрастной с 14-24 года. Естественно, с нами будут ребята в нашей номинации, которые заканчивают и учатся в театральных вузах, которые всерьез занимаются художественным чтением, сценической речью и которые уже профи. Пускай тем более посмотрят ребята, если они на победу, то по крайней мере на класс, который имеют другие и к чему есть стремиться. Это тоже один из таких вот вариантов роста. Наши ребята выступят в двух номинациях «Вокал» и «Художественное слово». Всего на фестивале 27 номинаций классического, народного и современного видов искусств, среди которых музыка, театр, тележурналистика, кулинарное искусство, искусство воспитания, цирк и другие. Кроме того, участников ждут выставки и мастер-классы, Всероссийский фестиваль народного творчества и международная конференция.